Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё об УЗАПЧАСТях. Также в «АвтоСтронг-М» вы можете найти 200000 прекрасных запчастей по отличной цене и с быстрой доставкой. На нашем складе сотни коробок передач. Мы сейчас что-нибудь подберем для нашей разборки. Я думаю, это будет коробка передач от Mitsubishi, которая использовалась на автомобилях Hyundai. Мало кто о ней знает. Автоматическая коробка переключения передач А4BF1 была создана совместными усилиями инженеров Mitsubishi и Hyundai появилась в 1992 году. Именно данная коробка с данным индексом устанавливалась на Hyundai Coupe, он же Tiburon. Другие почти такие же автоматы с индексом А4АФ1, А4BF2, F4, A212223 устанавливались на автомобилях Hyundai Elantra, Getz, Matrix и Sonata. Аналогом данной коробки являются коробки от Mitsubishi под индексами KM175 и KM176. По деталям они практически идентичны. Но есть нюанс. Коробка Mitsubishi предназначена для установки справа от двигателя при поперечном расположении. Для справки, до начала 2000-х годов на многих моделях Mitsubishi двигатель был развернут ГРМ к левому переднему колесу. Соответственно, коробка стояла со стороны правого переднего колеса. В середине 90-х годов данная коробка ставилась на такие Mitsubishi как Eclipse, Mirage и Gallant. Также данная коробка ставилась на бюджетные модели таких марок как Dodge, Eagle, Plymouth. В целом же эта коробка работала с двигателями объемом от 1.3 до 3.0 в разных своих модификациях. Сегодня мы будем рассказывать об этих коробках на примере данной коробки, снятой с Hyundai Coupe 2000 года выпуска. Итак, конструктивно. Это четырехступенчатый автомат с четырьмя пакетами сцеплений и одним ленточным тормозом. За формирование передаточных чисел отвечает полюбившийся вам планетарный редуктор Rovigno. В данной коробке полностью электронное управление, которое осуществляется гидроблоком с четырьмя соленоидами. В ранних версиях данной коробки в гидротрансформаторе не было муфты блокировки. Менять масло в данной коробке надо каждые 80 тысяч километров. Но так как эта коробка старая, ей предписано оригинальное масло Diamond ATF SP2M. Также ей подходит любая трансмиссионная жидкость уровня Dextran 3. Коробка A4 старой закалки, поэтому врожденных проблем у нее нет. Поломки случаются в основном из-за многих лет эксплуатации. Любопытно, что коробка настолько редкая, что даже Сереге она не попадалась на ремонт. Итак, встречаем дебют. Серега, привет. Мы начинаем нашу разборочку. Обычно гидроблок данной коробки не страдает от износа и загрязнения фрикционным осадком. Продукты износа могут оседать в соленоидах, из-за чего коробка начинает пинаться при переключениях. Это лечится просто промывкой. При осмотре гидроблока надо убедиться в целостности проводки и ее изоляции. Бывает, что она разрушается. Разрушение изоляции проводки может быть даже вот в этой втулке. Кстати, полюбившуюся вам рубрику мы сегодня пропустим. То есть петрушить фильтр мы не будем, потому что коробка у нас в хорошем состоянии, цвет масла отличный и по виду фильтр тоже в хорошем состоянии. Это жгут соленоидов. По заводу они должны меняться все вместе, но как делает Серега? Припаял новый и поехали. Это соленоид линейного давления, это соленоид муфты блокировки, а вот это соленоиды переключения. В верхней части гидроблока 4 золотника. Все они нужны для точного регулирования давления. Один здесь золотник с механической регулировкой, которая производится на заводе. В данной коробке олдскульные надежные стальные золотники. Дело в том, что в новых коробках золотники идут с какими-нибудь напылениями из непонятных сплавов, что естественно приводит к быстрейшему износу. Помимо золотников в гидроблоке есть еще четыре шарика. При подаче на них давления они поднимаются и перекрывают каналы, чтобы направить трансмиссионную жидкость в нужный канал для того, чтобы переключилась передача. А вот этот золотник называется мануальным. Он связан с лапкой выбора передач и выполняет все команды водителя. То есть, драйв, нейтраль, задняя. В задней крышке находится четвертый пакет фрикционов. Еще его называют овердрайв. Он отвечает за включение третьей и четвертой передачи. Здесь же есть подшипник, который изнашивается и тогда четвертая передача не включается и коробка буксует. По состоянию фрикционов никаких претензий, как новые. Здесь у нас промежуточный вал, который проходит через всю трансмиссию, входит зацепление с дифференциалом и передает крутящий момент. Со временем в данной коробке возникает течь масла по сальнику гидротрансформатора. Чтобы решить эту проблему, надо поменять сальник и втулку маслонасоса. Течь масла связана с сильным износом гидротрансформатора. Устранить течь надо как можно скорее, потому что падает давление для сжатия фрикционов, и это приводит к проскальзыванию и их сгоранию. Разбираем маслонасос и удивляемся. Идеальное состояние. Напоминаем, коробки 20 лет. Шестерни маслонасоса нульцевые. Та самая втулка маслонасоса. Она тоже в идеальном состоянии. Маслонасос мы сейчас аккуратненько соберем, потому что он в идеальном состоянии и на продажу. В передней части коробки стоит два барабана. Директ, вот этот и форвард. Сейчас подробно посмотрим. Директ и форвард сгорают первыми. Форвард – самый нагруженный пакет сцепления, потому что он включает абсолютно все передачи, кроме четвертой. Директ же используется на третьей передаче. Передаточное число третьей передачи один, то есть эта передача прямая и используется при включении заднего хода. Сейчас оценим состояние. Состояние фрикционов сцепления форвард – огонь. Состояние директ был огонь. То есть на стальных дисках виден перегрев, а фрикционы, в принципе, в нормальном состоянии. Это барабан, по которому работает тормозная лента. А вот эта самая лента. Так вот, особенность этой винтажной коробки в том, что на возрастных коробках можно отрегулировать зазор тормозной ленты с помощью вот этого винта. И это помогает улучшить плавность переключения передач на старых коробках. Тормозная лента, которая также именуется как кикдаун тормоз, используется для включения второй и четвертой передачи. Именно благодаря ей при кикдауне автомат переключает на вторую передачу. Обычно ее приходится менять при эксплуатации коробки на горелом масле. Обратите внимание, распрямляем, она даже не трескается. Коробке 20 лет. Из корпуса мы достали последний четвертый пакет фрикционов тормоз B2. Он используется для включения задней передачи, то есть используется наименее интенсивно. Поэтому по состоянию никаких вопросов нет. Вот наш любимый планетарный редуктор Ravigno. Напомним, что это сдвоенный планетарный редуктор, поэтому всех частей здесь по две. Вот это большое солнышко, вот это маленькое солнышко. Редуктор надежный, ходит хорошо, но при переборе коробки следует обратить внимание на вот этот игольчатый подшипник. Он может износиться. Здесь есть обгонная муфта, которая работает по вот этому центральному суппорту. То есть смотрите, в одну сторону не крутится, а во вторую, пожалуйста. Муфта задействуется на первой передаче. Вот это датчик скорости, показания с которого идут на спидометр. Семейству коробок A4 F4 достался не самый надежный дифференциал. При пробеге в 200 тысяч он может доставить проблемы как владельцам маленьких автомобилей Hyundai, так же и владельцам больших седанов Mitsubishi. То есть изнашиваются подшипники дифференциала. Также может понадобиться замена оси сателлитов. Разборка закончена. И хотелось бы в конце сказать, жили же люди, делали же нормальные, надежные коробки. Коробке 20 лет, а она реально как новая. Серега, резюмируй. Коробка достаточно надежная, практически не использован пластик. Что еще можно сказать? Не знаю. Коробка годная, сделанная на века. К сожалению, таких качественных уже не делают. Короче, за запчастями от этой коробки, естественно, в «АвтоСтронг-М». Спасибо, Серега. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Блин, она же еще разобранная, такая тяжелая. АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok